Любой вариант удобен. Сейчас мы пойдем в тайминге порядка 15-20 минут. Каждый кейс абсолютно разный. Мы делаем действительно калейдоскоп, позволяющий вам посмотреть все многообразие возможностей развития, куда можно идти. И у меня задача, чтобы вы вот этими вспышками получили какой-то новый для себя позитив, заряд и о чем подумать, и что у себя можно будет сделать. Ирина. Я рада видеть в очередной раз с нами. В прошлом году мы с Ириной впервые поработали на площадке выставки World Food. Удивительно яркое выступление. Вообще, на самом деле, ей соответствует проект, которым она работает. Я так много анонсов уже дала. И как раз вы будете в том числе рассказывать про ту замечательную заправку, на которую я вам адрес и дала. Так что передаю слово сейчас Ирине и Арстаму. Очень по-разному у них идет тема. Арстам у нас за разработку продукта, Ирина за маркетинг. Ну и что? Ну конечно, вы же все команда, по-другому быть не может. Передаю слово. Ближайшие 20 минут ваши. Спасибо большое, Наталья. Вы так всегда ярко нас представляете. Я уже предлагаю вам стать нашим амбассадором бренда, получать за это. Это к вопросу того, что вот то, как представляет нас Наталья. Они с мужем, я знаю, пользуются нашей экосистемой. И каждый клиент, который к нам приходит, он правда потом яро рассказывает всем остальным, как это работает. Я иногда заезжаю на ШЗС, чтобы тестировать тот продукт, который мы делаем. И вижу на кассе, как просто покупатель, он приходит с другом и говорит, ты посмотри, у них есть то, то. Я говорю, а вы сейчас это как? Он говорит, я потому что хочу просто поделиться этим опытом. То есть люди, естественно, рассказывают о продукте. И тут главное, что делает маркетинг, он создает тот продукт, который предвосхищает и восхищает. И дальше клиенты сами по себе запускают сарафанное радио. То есть это главный маркетинг, качественный продукт. Сегодня мы о нем поговорим. И в продолжении того, что Наталья амбассадор, у нас есть одна из метрик. Мы ее не скрываем, мы о ней всегда рассказываем. Называется индекс проникновения мобильного приложения в покупке. То есть приходит человек, покупает топливо. Мы просим его показать мобильное приложение. И количество, доля чеков с использованием нашего мобильного приложения на конец декабря было 75%. Вчера просто мы зафиксировали новый рекорд. Я пока ехала к вам, писала в чаты вдохновляющее, воодушевляющее сообщение, что мы поставили новый рекорд – 79%. Это классно. Это просто говорит о том, что люди к нам возвращаются. Это главное, ради чего мы работаем. А вообще у нашей компании есть миссия. Если вы зайдете в наш YouTube-канал, вы увидите интервью с собственником. Каждый день мы начинаем с того, что мы говорим. Все, что мы делаем сегодня – это для того, чтобы делать людей счастливыми. И об этом можно бесконечно говорить. То есть главный критерий, по которому мы принимаем решение в дизайне, или в продукте, или в открытии новой станции, нового кафе, запуска какой-то активности – это сделает счастливей нашего клиента или привлечет еще нового клиента, который будет счастливым. То есть, по сути, мы говорим так – мы в экономике впечатлений, мы создаем счастье. А сейчас пойду по структуре презентации. Рустам будет мне помогать и научусь сейчас пользоваться. Отлично. Для тех, кто не знает, мы компания «Нефть Магистраль». У нас есть на сегодняшний день 104 АЗС Москва и Московская область. Отвечу на вопрос Наталии. Мы не пойдем в регионы, потому что в этом случае мы не сможем обеспечивать качество нашего продукта. А для нас это важно. И весь продукт, который есть, в том числе еда – это продукт нашего собственного производства. И логистическое плечо – оно короткое. В рамках наших АЗС есть 60 бургерных макбургер, которым уже более, по-моему, 10 лет. И в рамках наших АЗС есть 81 пекарня. И в конце прошлого года мы анонсировали запуск еще одного городского проекта «Кафе Гурманника». И их сегодня 10, на следующей неделе откроется 11. В общем, в планах 60 за 2 года. И это все экосистема «Нефть Магистраль». И в основе всего этого стоит наше собственное производство, тот продукт, который мы создаем сами. И сейчас мы о нем поговорим. Значит, вот если кто-то не был, вот так выглядит наш АЗС. Вот самая большая, она прямо полторы тысячи квадратных метров. Целый фудмол. На нее примерно раз в месяц топливная компания возит экскурсии, вот прямо экскурсии с регионов, чтобы увидеть что-то, чего нет нигде. Это самая большая АЗС в Европе. И там кафе на 84 посадочных мест, там магазин с 15 тысячами SKU, там же макбургеры. То есть прямо огромное-огромное пространство. Мойки, 40 раздаточных колонок для топлива, электрическая ускоренная зарядка, где можно за 30 минут зарядить Теслу, если вы на ней ездите. Вот такие красивые у нас городские кафе. Да, вы же видите то же самое, что вижу я. Ну, поехали. Производство, передам слово Рустаму, он в этом более компетентен. Он расскажет, из чего состоит наша производственная часть, которая ежедневно обеспечивает нас нашим превосходным продуктом. Не побоюсь этого слова. Мы меряем NPS в каждом бренде и продукте, и 76%, по-моему, у нас, сейчас не буду врать, по макбургеру. Рустам. Всем привет. Рассказываю. У нас три производственные площадки. Это история с кулинарией, мясное производство и хлебопекарное. Шесть продуктовых линеек. Проскочили, ладно. 500 плюс SKU. Это полностью кулинария, мясное производство и хлебопекарное производство. Напитки, еда готовая, мясной... Ага. Десерты, хлеб, кофе, напитки. Пробовали у нас что-нибудь? Кто-нибудь? Вкусно? Мы рады. Что-то только одна ручка поднялась. Но тут регионов, регионов много. А, да? Да, регионов. Обязательно заедете на сам... А кто Москва? А кто не Москва? Ох. Обалдеть. Тут можно просто собирать сейчас автобус, заказывать и просто везти по... А поехали, да? В принципе, у нас фабрика кухни в черте города. То есть, если кому-то интересно посмотреть нашу фабрику кухни, то есть, желающих на самом деле всегда очень много, но почему-то некоторые доезжают, некоторые не доезжают. Некоторые думают, что невозможно к нам попасть. Просто есть такое мнение. Но люди, которые обращаются лично ко мне... Не, люди, которые обращаются лично ко мне, то есть, там, не больше двух-трех человек, пожалуйста, не вопрос. Проведу экскурсию, покажу, расскажу. То есть, не проблема. Не вопрос. Подходите. А здесь чуть-чуть небольшая опечаточка. Получается полтора миллиона порций готовой еды. Вместе это выпускают только кулинария. Плюс еще полтора миллиона. Получается, это хлебопекарное производство и мясное производство. 12 тонн кофе. Кофе у нас самый лучший. Сейчас была бы Аня Ручкина, я дополню. У нас есть отдельный кофейный департамент. И вот цифра... Где там она? 12 тонн кофе. Когда я ее рассказываю кофейным компаниям, которые возят зерно и продают кофе маленьким кофейным, они мне все говорят, это вы точно приукрасили. Так вот, на прошлой конференции осенью тут была цифра 9 тонн. Сейчас это 12, потому что мы растем. И наш кофе мы сами отбираем в зеленом зерне на плантациях. Сейчас это смесь из Эфиопии и Кении. Вот ребята недавно вернулись с просмотров и каппингов. Затраншовали... Правильный термин у них есть. Забронировали нужный нам слот кофе. Он к нам едет. Мы его сами жарим у себя на производстве. И этот кофе specialty... Но тут нужно, если вы разбираетесь с кофе... Есть коммерческое зерно, есть specialty. Обычно на всех ЭЗС используется зерно коммерческое. Оно дешевле. Мы же бескомпромиссно, как только открывали собственное производство, приняли для себя решение идти в качестве и вкус. Это specialty зерно. Да, оно дороже в закупках. Да, на наших ЭЗС немного дороже стоимость напитка. Но когда у нас проводятся определенные активности, в каждом втором чеке с топливом есть кофе. И сейчас можно много говорить о мобильном приложении. Вам, наверное, надо его скачать, пока я вам разговариваю. Вы посмотрите. У нас есть акция 6 кофе. Мы всячески стимулируем развитие кофейной культуры за счет того, что кофе очень качественный. И мы прямо о нем рассказываем. Сейчас, вот прямо спойлер, мы готовим программу, в которой наши покупатели будут участвовать в розыгрыше, путешествии в Кению и Эфиопию, чтобы посмотреть на наши плантации, где выращивается кофе. Вот это, да. А сейчас мы поговорим... Так, тут производственники в большинстве своем. Мы поговорим о том, как создается наш продукт. И здесь важно сказать так. Значит, я из хоричного сегмента. У нас раньше был маркетинговый календарь. Мы запускали обновление меню 4 раза в год. В нашей компании мы вводим новинки каждый месяц. И цикл... Вот сейчас Рустам как раз проговорит про цикл создания нового продукта. Вот прямо коротко. Он двухнедельный. Он сейчас расскажет, из чего он состоит и почему это так. Расскажет там об ошибках, которые возникают. Но все это для того, чтобы создавать тот превосходный продукт. В общем, мы готовы идти нестандартными путями даже в его создании. То есть цель этой презентации рассказать, как мы привлекаем инфлюенсеров, и это дает точку роста узнаваемости по популяризации бренда. Это было бы невозможно, если бы не был такой производственный цикл. Смотрите, у нас производственный цикл получается две недели. Просто некоторые думают, что это там долго очень завести, проработать, завести. А мы на самом деле в нефтемагистрале очень работаем быстро и качественно. Первое – это идея. Маркетинг нас брифует. Плюс у нас еще у самих бэкграунд большой. То есть с точки зрения еды, насмотренности. Плюс привлекаем постоянных экспертов. Появилась идея. Ага, взяли, побежали. У нас есть специальная кухня для разработок, лаборатория. Она уже подготовлена. То есть все оборудование у меня в лаборатории находится, то, что есть на АЗС, на кухне. То есть мы разрабатываем там, делаем вкусную еду, делаем дальше. Третье – фокус-группа. Прибегает нам фокус-группа. Это с офиса люди. Всегда счастливые, довольные, радостные, когда мы их кормим. Да. Когда мы их кормим. То есть они пробуют, делают… Да, на самом деле мы очень вкусно своих людей кормим. То есть то, что вы видите на полках нефтемагистрали, то есть это же едой мы их кормим, в принципе, наших сотрудников. То есть они не бегают, никуда там не покупают еду себе. То есть у нас кофе аппараты стоят и еда вкусная стоит. То есть дальше приходят к нам люди, наши сотрудники пробуют еду. Далее, что зашло, что не зашло, протоколируем. Дальше мы смотрим плюсы и минусы себестоимости и уже уходим в разработку на фабрику кухни. То есть готовим не килограмм, не на два килограмма, на три, то есть уже готовим сразу на 50, на 100 порций. И эти 100 порций далее на следующий день мы отгружаем, то есть по всем процессам отгружаем в офис и проводим голосование. То есть 85% это проходной балл, это минимальный балл. И мы далее проходим. Если 100% блюдо заходит, то это уже стопроцентный будет успех. Дальше уже смотрим, если все хорошо у нас по процентам. Дальше принимаем решения со смежными отделами. Отделами это отдел снабжения, производство. Осмотрим себестоимости. Если все хорошо у нас по всем показателям, и мы делаем вот. Тут главная мысль, которую мы хотели бы поделиться, это нестандартный опыт. У нас нет ассортиментного комитета, состоящего из ключевых людей, которые принимают решения. У нас есть кросс-функциональная группа, состоящая из очень разнопрофильных сотрудников бухгалтерии, СБ, маркетинг, продажи, HR, которые принимают решения идти на тест, не идти на тест. И это то, чему мы научились за прошлый год. И это более эффективно, когда единолично несколько человек принимает решения. Это наш опыт, и мы сейчас его сохраняем и масштабируем на следующие года. В общем, теперь пошли на самую интересную вводную. В прошлом году у маркетинга помимо задачи создавать новый превосходный продукт всегда стоит задача увеличивать воронку и популярность узнаваемости бренда. Мы дружим с брендом Вилсакомом, потому что, когда мы открывали самый большой АЗС, он распаковывал нашу АЗС. Прямо распаковывал так же, как он распаковывает айфоны. А у него, сейчас я вам скажу, значит, у Вилсакома… Вот у меня плохое зрение. Сколько у него подписчиков? Сейчас. Это мне надо, по-моему, 10 миллионов, что-то такое. Да, значит, в общем, у Вилсакома… В общем, этот блогер 10 миллиончик. Он показал нашу АЗС у себя, и мы поняли, что его аудитория очень круто отозвалась, и им зашел наш продукт, потому что половина блогеров, которые есть в Ютубе, они москвичи, и 50% аудитории москвичей. И мы поняли, что помимо просто распаковки узнаваемости бренда нефть-магистрали, мы могли бы сделать что-то интересное. А вообще все эти ребята инфлюенсеры, они же такие как бы 25+, они молодые, они очень живые и гибкие. Мы за ужином с ним поговорили, он говорит, «Слушайте, я ресторатор, у меня есть точка на покровке, а может, я у вас сделаю какой-то продукт вместе с вами?» Мы тут же на следующий день приехали к Рустаму на фабрику кухни, заобрифовали его, Макс предложил делать рулеты, мак-н-чиз, если я не ошибаюсь, и получился очень классный продукт, который через три недели, там еще было много у Вилсакома, были комментарии, «А вы как быстро-то так?» Что-то так как бы не бывает. Всем казалось, что это какая-то подстава. На самом деле нет. Благодаря тому, что производственный цикл быстрый, от момента его входа к нам до момента выхода по продукту на полку они и прошли эти две с половиной недели. В общем, я сейчас вам, к сожалению, не покажу ролик, здесь нет интернета, но обещаю прислать ссылки, чтобы вы его увидели. Смысл в том, что этот ролик набрал нужное количество нам просмотров, и вот у меня в моем личном кейсе это сейчас является самым эффективным таким коллабом, потому что роме моих вложений того, что я заплатила конкретно этому человеку и того, как это купилось у меня в продажах, а в блогинг легко отслеживать эффективность, потому что ты вшиваешь промокод и ты дальше видишь, какое количество людей им воспользовались. В общем, 8000% роме. И если говорить про топливный товарооборот, это был 1,8%. В общем, этой цифры мы таки все посмотрели, мы 10 раз перепроверили, правда ли это. И сейчас на данный момент, то есть передо мной, вот почему я как бы легко сказала Наталье, что я готова идти с этим кейсом, потому что он однозначно эффективен, он закрыл несколько задач. Человек пришел с идеями продукта, у нас даже таких сетей не было, то есть в наших головах с высокой насмотренностью. Человек привлек свою 10-миллионную аудиторию, чтобы рассказать о нас, и при этом он рассказал о гурманнике, где прям был его лого. Он так как бы классно пошел на этикетку, где был вкусный продукт, и люди узнали об АЗС и о продукте гурманика на АЗС. Но это еще не все. Вот в рамках этого кейса, когда есть супер известные блогеры, на них делают как бы, как это называется, разборы их видео. В общем, еще другой блогер, правда, не с таким большим количеством подписчиков. Мы ему не платили ничего. Начал проводить исследования наличия продукции Вилсакома на наших АЗС. Проехал 10 АЗС, сделал видеоролик, и мы получили дополнительных 122 тысячи просмотров. Так просто бонусом. И если компания меньше, конечно, эти цифры, может быть, окажутся большими. Для нас это прямо норма и очень эффективный кейс. Итого вывод в совместная коллаборация по разработке продукта с Вилсакомом и тем, что он на свою аудиторию рассказал о нас в нескольких касаниях. Там блогеры, как правило, перед тем, у них же есть не только YouTube канал с десятью миллионами, у них есть Telegram каналы, Instagram. Это несколько касаний. У каждого блогера пять-шесть касаний с подогревом. Мы тогда сделали вывод, что нам срочно нужно сделать что-то еще. И тогда к нам, значит, мы где-то были на выставке, мы познакомились с Максом. А Макс Брандт, он обзорщик ресторанов, кстати, во всей России. У него Москва, только прям 10%. То есть общероссийский блогер. И он говорит, слушайте, я люблю бургеры, мне так нравится ваш макбургер, а давайте-ка сделаем. И дальше все то же самое. Он пришел к Рустаму, они покреативили ингредиенты, и родился бургер с Максом Брандтом. А тут мы пошли вообще в историю. Мы его, как модель, поставили на все наши визуальные точки контакта. У нас их много. Digital на стеллах, как наружная реклама, борды. И клиенты, они, во-первых, увидели там новую свежую продуктовую коммуникацию, те, кто не знает как бы Макса. Для них это просто хорошо поданный продукт. А для тех, кто подписан на Макс, они приезжали. Вот я на работу езжу на такси, и каждый день я разговариваю с таксистами, чтобы проходить этот клиентский путь. Это уже такая автоматическая моя работа. И такой таксист говорит, я тут приехала в Москву, мне нужно найти нефть магистраль, я хочу пробовать бургер. Он вообще приехал из Самары. Я такая, ну классно. Ну то есть это о том, что даже вот в таких точных касаниях мы получили отклик. Здесь оценка эффективности сложнее. У нас там были накладки с промокодом, промокодом, то есть промокод давал кофе при покупке бургера, но при этом просто мы же еще собираем обратную связь сотрудников кафе. Многие говорили, что бургер покупали, но не брали кофе, поэтому отследить невозможно. Но как минимум мы теми продажами, которые я могу оцифровывать, я как маркетолог всегда отвечаю за эффективное использование маркетингового бюджета. И мы ушли в ноль. Но если говорить про то, как в структуре продаж был этот бургер, если не ошибаюсь, он был вторым в топе после макбургера. А макбургер это наш фирменный бургер, поэтому он всегда является в топе. В общем, бургер до сих пор в топе, потому что мы пока его не переименовали. Мы его оставим в меню, но так как сотрудничество с этим блогером закончилось, мы его немножко видоизменим в названии. Вот такая история о том, как блогер пришел с идеи своего продукта. Мы получили новую аудиторию, получили бургер, который остается в постоянном меню. И вот для меня, как хоричного человека, это такие кейсы. И тут, когда мы делали презентацию, вывод какой я должна сделать и поделиться с вами. Я точно буду использовать этот инструмент инфлюенсинг. Инфлюенсинг для того, чтобы завоевывать новую аудиторию, инфлюенсинг для того, чтобы привлекать этих людей с их экспертизой, потому что они, по сути, все целевая аудитория, в разработку продуктов. Но лично мне будет это сделать сейчас сложнее, потому что базово хорошо я сделала, а следующий результат мне нужно сделать лучше. Это прямо такой вызов. Но мы в компании любим новые вызовы, и у нас много ценностей, мы заточены на новые рекорды. Поэтому мне не страшно. Я не знаю, как. Возможно, в следующий раз приду и расскажу, что получилось еще. Вот так, наверное, ту официальную часть, о чем я хотела рассказать, можно завершить. Мы готовы с Рустамом ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, по маркетингу, по продукту, может быть, почему устроено. Я предлагаю сейчас к микрофону туда подойти. Вопросы, да, замечательно у нас есть. Добрый день. У меня вопрос к Рустаму. Подскажите, пожалуйста, коммерческая эффективность ваших новых блюд, которые оттестированы вашими сотрудниками. Это стопроцентная корреляция? Еще разок. Насколько... Ну, вот то, что ваши сотрудники в итоге попробовали и протестировали, насколько это действительно коммерчески успешная история? Ну, смотрите... Чуть-чуть ближе к микрофону. Смотрите, вот такая даже история была, то, что заводили мексиканскую историю, мексиканскую кухню, отдали на дегустацию, процентное соотношение было там 50-56-70. То есть мы даже не стали заводить эту историю с Мексикой. Сейчас разрабатываем паназию. Плюс-минус, вот когда я повторюсь сейчас, если вот сто процентов, когда наши люди голосуют за еду, это прямо вот сто процентов по АБС анализу. Вот можно смотреть, там иногда Вашку выбиваются и Бешку выбиваются. То есть эти блюда мы оставляем. То есть плюс-минус вот эта история, она рабочая. Попадаем. Спасибо. Попадаем, да. Меня зовут Дмитрий. Скажите, пожалуйста, делаете ли Вы полувозрастную аналитику по своей аудитории, следа какими инструментами и делаете ли Вы распределение по территории? Да, я отвечу на этот вопрос, встану на цыпочки. Не делаем возрастную сегментацию, потому что не позволяет наша система аналитики. Это прямо наша точка роста и боль, чтобы грамотно работать с сегментами аудиторий. И в продолжении, раз нет системы сегментирования, то и категоризации точек по ассортименту тоже нет. Есть категоризация наших точек по наличию больших, как бы крупных категорий. Где-то, вот видите, было там 104 АЗС, 60 макбургеров, при этом 81 пекарня. Одна пекарня. Ну то есть где, тут даже больше мы отталкиваемся не от потребительского спроса, а от технических возможностей АЗС, для того, чтобы этот бизнес дополнительный внутрь ввести. Еще есть вопрос? Так, замечательно. Ну и это, наверное, уже будет финальный вопрос. Меня зовут Анна, представляю торговую сеть «Гулливер». Хотела задать такой вопрос. Вот Вы говорили, что создается идея, продукт. Идете на фабрику кухни и начинаете это делать. Были ли такие ситуации, что у Вас оборудование не адаптировано к созданию этого продукта? Как Вы с этим дальше живете? Да, конечно, у нас бывают такие истории. Мне кажется, у всех они бывают, эти истории. То есть изначально, когда мы продукт разрабатываем, то есть мы сначала берем чуть-чуть дело, например. То есть в данный момент эта история сейчас вспомнит оладьи, печеночные оладьи. То есть мы не можем делать на АЗС, на все 104. Мы сейчас начали эти оладьи продавать в своих кулинариях. То есть в 10 кулинариях оладьи. Они прям показались очень хорошо. И сейчас вот планируем дозаказывать там эти листы, чтобы выпекать эти оладушки. То есть в целом, когда подходим к продукту, мы думаем, ага, как мы будем готовить? Ага, там ореховый соус, с чем будем пробивать? Вот сейчас я пришел, прибежал, перед вами пробежался, везде посмотрел там оборудование, потому что нужно закупаться, потому что мы растем. Каждую неделю открываются у нас гурманики. То есть мы будем сейчас открываться, открываться. И постоянно анализируем, смотрим оборудование и ищем, подбираем. То есть удобное для фабрики. То есть что-то сносим внизу, например. Внизу мы сейчас снесли все кладовые, уборные. То есть все убрали, сейчас мы приносим там… АСС? СС у нас… У нас типа СС. Нет. Давайте я отвечу на этот вопрос так. Нет. Вопрос звучал так. Сталкиваемся ли мы с ограничением при разработке продукта по брифам, с которыми приходит маркетинг либо инициаторская группа? Конечно, сталкиваемся. И основные – это производственные. Но при этом мы, как команда, работающая по agile, и где собственник нам говорит, ограничение в голове. Ищите решение. И решение тут может быть несколько. Расширять, модернизировать свое производство. Вот сейчас наша фабрика кухни на Варшавке ушла в модернизацию только потому, что мы наши потребности не закрывали. А второе решение – это когда мы что-то отдаем на суп подряд. Это же решение тоже остается. То есть к вопросу… Нас, наша корпоративная культура воспитывает таким образом, чтобы мы не ставили ограничение точка, а чтобы мы искали решение. Да, сказали варианты. Ну, правда. Но эта гибкость, она видна, на самом деле, в проявленности. Вы знаете, я все время говорю про проявленность. Когда вы приходите в какие-то магазины, даже они, может быть, не настолько насыщенные оборудованием, как у вас. А вы тут не скрывая, делаете все максимально на самом высоком уровне, вообще не стесняясь. Но в некоторых магазинах, я, опять же, покаталась очень много, я прямо вижу, что ограничения у ребят есть в средствах. Но технологии и тренды, они стараются в магазине проявить. И это с душой сделано. Да, ограничения по деньгам есть. Это видно. Мне видно. Потому что я насмотренная. Но людям на местном уровне это уже хорошее. Они к этому стремятся, они хотят приходить в магазины, которые их встречают, ну, не знаю, там, вкусным кофе, как минимум. Да, на чем мы не хотим экономить. То есть, опять же, опять история. На чем мы точно экономить не будем. Да. И вот эти точки, они должны быть четко проявлены и сказаны. И, кстати говоря, я думаю, что здесь тоже маркетолог меня в этом плане очень четко поддержит. Если вы что-то делали для покупателей, тогда расскажите вы об этом. Ну, если вы реально вкладывались в то, чтобы у вас сливки были натуральные, расскажите об этом на ценнике. Ну, невозможно. Я задаю каждый раз один и тот же вопрос. Это вот то или и то. Просто история про то, что если вы что-то делали и в это вкладывались, и вы считаете, что это важно, чтобы покупатель узнал. Да он не узнает, если вы об этом не расскажете. На билбордах там. Просто человек скажет. Боже, я вот здесь просто на вас смотрю. Ваши коллеги, когда они начали рассказывать, это здесь коллеги из Барнаула. Единственный магазин Land сейчас сохранился в Барнауле. Я вот на него случайным образом наткнулась в Барнауле. Я увидела один из великолепнейших вот этих, у вас в области вот пекарни, ну, где у вас была пицца римская, да? Римская пицца с семгой. Боже, как мне ее продавала эта девочка. Я ее не могла не купить. И это вот история про проявленность, да? Поэтому я очень надеюсь, что вы будете более проявлены. И вот такие проекты, про которые мы сейчас рассказываем, где-то на случайности появившиеся, да? Но чтобы их успевать подхватывать и в своей рутине увидеть то зерно истины, ради которого стоит немножко там остановиться, сделать и пойти дальше, увидевший шикарный результат. Спасибо большое за кейс. И очень надеюсь, что с такими кейсами и далее вы будете приходить. Ирина Рустам, спасибо еще раз. Небольшие от нас пизинтики. И, соответственно, мы уже пойдем дальше. Еще раз спасибо. Спасибо большое. До встречи в нефтмагистрале Гурманников. Так, ну а мне остается организовывать какую-то, слушать сочиненную историю по экскурсиям, чтобы можно было по 2-3 человека запускать. Боже, я не знаю, как это решать, но будем стараться.